Всем привет! Меня зовут Дмитрия, я графический дизайнер. Это вторая часть видео про создание постера. В прошлом уроке мы разобрали, как подготовить фотографию к созданию плаката, а именно как сделать качественную и естественную ретушь с нуля. Обязательно посмотрите первую часть урока, если еще не посмотрели. Уверена, тот урок будет для вас полезным. Ссылка на видео будет в описании. Также подпишитесь на канал и поставьте лайк. Ну а мы начинаем. Скопируем отретушированное фото, для этого выделим слой или группу слоев и нажмем Ctrl-C. Создадим новый проект формата А4, ставим 300 dpi, цветовое пространство RGB. Ставим наши фото. Немного уменьшим его, для этого воспользуемся горячими клавишами Ctrl-T, чтобы трансформировать объект. Сразу удалим пером часть торчащих волос. Если бы мы делали реалистичный постер, тогда можно было бы оставить их, а так они будут отвлекать внимание зрителя. Замыкаем путь, нажимаем правую кнопку мыши, Make Selection, Radius 1 и зажатым альтом кликаем на маску, чтобы удалить выбранную область. Добавим градиент на фон. Обратите внимание, верхние точки отвечают за непрозрачность, нижние за цвет, поэтому прежде чем менять цвета, убедитесь, что везде непрозрачность 100%. Если вы хотите изменить цвета и элементы, обязательно предварительно найдите примеры удачных цветовых схем, так как если вы начинающий дизайнер, изучать цвета также необходимо, как шрифты, композицию и прочее. И следите за тем, чтобы все выбранные цвета были немного приглушенными. Если вы будете использовать сразу три или четыре цвета и сделаете их максимально насыщенными, ваша работа будет выглядеть плохо. Хотя, безусловно, всегда есть исключения, отталкивайтесь от выбранных вами примеров. Сохраним градиент, нажав на New и немного изменим угол наклона, пока нас не устроит результат. Теперь выберем эллипс на панели инструментов и зажатым шифтом создадим окружность. У меня была идея добавить одну окружность в районе уха, чтобы она выглядела как сережка. Градиент добавляем такой же, как на фоне, для этого мы его и сохранили. Тоже сделаем небольшой наклон. Зажатым альтом скопируем нашу окружность и разместим ее позади изображения. Если вы захотите поменять угол наклона, имейте в виду, поворот окружности ничего не даст. Нужно снова зайти во вкладку Проперти, скликнуть на градиент и там отрегулировать наклон. Добавим чуть больше желтого, для этого просто передвинем крайний правый ползунок влево. Сделаем еще одну копию. Вы видите как раз то, о чем я говорила ранее. Поворот окружности не влияет на градиент, поэтому снова изменим угол наклона в настройках градиента. Вставим облако. Я заранее скачала обычное облако без фона. Сделаем копию и флип по горизонтали, чтобы облака визуально немного отличались. Превратим эти слои в смарт-объекты и выберем понравившийся режим наложения. В данном случае мне нравится Pinlight. Приступим к прорисовке одежды. Воспользуемся пером горячей клавишей P. Вверху в настройках можно пока отключить заливку, чтобы она не мешала видеть контуры одежды. Поправим нижние точки, чтобы они были на одном уровне. С зажатой клавишей Ctrl будем двигать отдельные точки. Теперь можно заново включить заливку. Немного откорректируем градиент, уберем темный цвет, оставим больше ярких оттенков. Можно добавить светло-зеленый цвет. Найдем в интернете изображение облаков, скопируем фото, вставим проект, сделаем это фото обтравочной маской. Режим наложения Overlay. Немного уберем непрозрачный слое. Добавим кривые. Нам нужно добиться такого эффекта, будто часть лица, а именно контуры, светятся. Для этого ставим две новые точки на кривой и корректируем кривую так, чтобы она была похожа на волну. Инвертируем маску, выберем обычную мягкую кисть и рисуем белой кистью на маске, чтобы проявить эффект. Можно еще выделить брови, но мне не очень нравится результат в этом случае, поэтому я остановлюсь на контуре лица. Помимо этого, мы можем откорректировать отдельно красный, синий и зеленый канал, чтобы изменить цвет свечения. Создадим новый слой. Тоже сделаем его обтравочной маской, квотой и большой мягкой кистью нарисуем свечение на волосах. Опять же, здесь не нужна излишняя реалистичность, но это поможет нам лучше вписать фото в постер. Режим наложения жесткий свет Hard Light. Пластиком уберем лишнее свечение. Сделаем окружности объемными. Для этого нужно просто добавить светотень. Создадим новый слой, который будет обтравочной маской к окружности. На нем рисуем темно-серым цветом. Уменьшим непрозрачность слоя. Создаем еще один слой, на нем уже рисуем белой кистью. То же самое проделаем с остальными окружностями на фоне. Добавим шум на фон. Для этого создадим пустой слой, зальем его черным цветом, зайдем в фильтр Noise Add Noise. Обязательно нужно сделать его монохроматическим, то есть одноцветным. Выбираем оптимальное значение. Режим наложения Soft Light. Переместим шум поверх всех слоев и изменим режим наложения на Lighten, чтобы фотография не становилась темной. Уменьшим непрозрачность и заблокируем слой, чтобы он не мешал нам. Добавим светотень на маленькую окружность. Главное не делать тени слишком черными, это будет выглядеть ужасно. Теперь сделаем прямоугольник такого же цвета, как градиент на фоне. И развернем наш градиент на 180 градусов, чтобы желтый цвет был снизу. Вообще нам нужно, чтобы это выглядело так, будто данная полоска является продолжением одежды. Поэтому там, где заканчивается одежда, должен быть такой же зеленый цвет. Разместим прямоугольник под нашим фото, откорректируем ширину и цвета. Но тут такая проблема, что пипеткой мы не можем взять именно этот цвет, так как поверх одежды есть еще слой с облаками с режимом наложения, который меняет оригинальный цвет градиента. Поэтому нам придется подгонять цвета на глаз, либо добавлять облака на полоску. Уберем темный цвет, здесь он только портит общую картину. Немного поменяем местами все цвета, для этого просто перетягиваем нижние ползунки. Нажмем Ctrl J, чтобы дублировать полоску. С зажатым шифтом повернем ее на 90 градусов и также с зажатым шифтом сделаем ее тоньше. Градиент лучше повернуть, выставляем 0 градусов и убираем розовый цвет. Теперь добавим разные текстуры на фон. Конвертирую слой в смарт-объект и увеличиваю. Режим наложения Color Burn, то есть затемнение. Можно перенести текстуру выше и на маске убрать лишнее с лица и тела. Ставим пыль, режим наложения Screen. Зажатым альтом перенесем созданную маску на слой с пылью, чтобы не было ничего лишнего на лице. И уменьшим непрозрачность слоев. Можно добавить еще одну текстуру. Главное не перестараться и следить за тем, чтобы цвета сильно не менялись, а фото оставалось чистым. Я скачала кисти с облаками, чтобы самостоятельно нарисовать их на фоне. Ссылка на эти кисти будет в описании к видео. Сейчас я покажу, как их установить. Заходим в кисти, нажимаем на шестеренку, импортировать кисти и выбираем нужный файл. Кисти должны появиться в самом низу. Не все кисти выглядят хорошо, поэтому я скачала еще другие виды облаков, они тоже будут по ссылке в описании. Пипеткой беру произвольные цвета с фона и рисую облака на новом слой. Выберу тот же режим наложения, затемнение, color bird и уменьшу непрозрачность. Еще у меня есть кисти с брызгами краски, они тоже могут быть уместны в этом случае. Мы почти закончили, можно писать текст. Обязательно ставьте optical. В других видео я объясню, почему это очень важно. Выберите понравившийся шрифт. Здесь хорошо будут смотреться шрифты без засеечек, шрифты строгие и широкие. Зажатым альтом дублирую слой и пишу новый текст вверху. Далее зажатым шрифтом поворачиваем текст и пишем еще какую-то дополнительную информацию. Если вы будете делать постер, который потом пойдет в печать, во-первых, должно быть изначально другое цветовое пространство, не RGB, а во-вторых, должно быть свободное место от краев, чтобы при печати никакая информация не обрезалась. Нажмем Alt-Ctrl-Shift-E, чтобы объединить все слои. Тоже превратим слой в смарт-объект и зайдем в камеру RAW-фильтр. Сделаем конечную цветокоррекцию. Я всегда говорю о том, что цветокорр будет зависеть от ваших исходников и от ваших предпочтений. Но есть базовые правила, допустим, не должно быть пересветов и абсолютно черных частей. Чтобы проверить, есть ли они у вас, нажмем на белый и черный треугольник вверху. Я периодически отключаю данную функцию, потому что она мне мешает, но иногда все равно нужно смотреть, все ли правильно мы делаем. Добавляю зерно. Еще немного исправляю баланс белого, контрастность и можно сохранять постер. Вот такая яркая работа у нас получилась. Вы можете скачать исходники из этого урока и сделать собственный постер. Также обязательно прикрепляйте ваши работы к посту в ВК, чтобы я дала обратную связь, ответила на вопросы, подсказала, что можно исправить, либо просто похвалила вас за прекрасный результат. В любом случае, просмотра ролика недостаточны. Если вы действительно хотите чему-то научиться, нужно не бояться, пробовать новые стили, новые инструменты. Советую посмотреть и другие мои уроки. В них вы обязательно найдете много полезных фидшек в Photoshop. Подписывайтесь на мой Instagram и ВК-группу. Там я выкладываю полезные посты про дизайн и фриланс. Не забудьте поставить лайк и включить уведомления. Ну а пока на этом все, до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!